Журналист Игорь Лазарин заявил, что сразу после боя Федора его коллеги звонили Александру Емельяненко, а он не мог разговаривать. В общем намекнул, что Саня в романтическом настроении, но позже все-таки появился комментарий Александра по бою Федора. И вот что он сказал. Это была великолепная и крутая эпоха. Я безумно рад Игор тому, что мой брат стал и до сих пор является кумиром для миллионов. Посмотрите, как его сейчас встречали и до и после боя с Бейдером. В таком возрасте выходить на чемпионский бой в одной из лучших лиг в мире, это лишний раз говорит о величии Федора. Как думаете, смогут ли братья найти пути примирения друг с другом? Дана Вайт прокомментировал поражение завершения карьеры Федора. Он еще раз подчеркнул, что не считает его величайшим бойцом. Послушайте. Этому парню 46 лет, он не должен драться. Он конечно взрослый мужик и может делать все, что хочет, но ему стоило завязать еще несколько лет назад. Жалею ли я, что мы не подписали его? Нет. У меня нет антипатии к Федору, ничего такого. Но этого подписания не случилось. Мы пытались, но что есть, то есть. Я не хочу засирать парня, он закончил карьеру сегодня и все такое. Но вы помните мои старые интервью? Я никогда не считал, что Федор был так хорош. Его нокаутировал средний вес Дэн Хендерсон, понимаете? Люди любят его, хвалят его, но он никогда не протестировал себя здесь. Я никогда не был тем, кто считал его одним из величайших бойцов всех времен. Друзья, кому не сложно, поставьте лайк для продвижения видео. Очень нужно. Заранее огромное вам спасибо.